всем привет hello zusammen вы на канале будь со мной с вами ваша Наташа я опять в Тюринге стою напротив Гольдштайльбрюке и в этот раз этот мостик играет совсем другую роль в нашей жизни это фильм кулисы фильма Мандат фюрмей вот тут внизу проходит речка Гольдштайль спилили все деревья все убрали специально чтобы снимать этот фильм здесь же находится вход в Дорфкруг то есть это тоже фильм кулисы здесь проходили съемки этого фильма по-моему это даже не просто фильм это серия и съемки будут проходить дальше вот этот совсем небольшой мостик он тоже стал сценой одного из кадров людей здесь сейчас много серия только что вышла в эфир в телевизионный эфир и народу много парк полный и все хотят сделать свои личные снимки вот эти фонарики все замечательно горят во всех сценах этого фильма все заходят вот этот каштет для нас это очень знакомая картины внизу стоит плакат фау и бе мюлли ничкау фау и бе означает фолькс айген и бетриб то есть народное предприятие это мельница ничкау и вот так грандиозно выглядит этот мостик братвор стейк кафе к тренке жареная колбаса стейк кофе и другие напитки я вам говорю здесь народное гуляние это самый большой кирпичный мост европы народ идет на встречу и прислушивается каждому звуку а вдруг поезд сверху пройдет или что-нибудь подобное чувствуется весна везде птички щебечет речка гольдж побережье еще совсем не зеленая хотя уже конец марта смешные мордахи указывающие на какой-то путь на какую-то тропу пешеходную речка гольдж торн указано на вот этой вот карте фоктлан панорама век все вокруг ничкау мулау мы вот вот здесь вот находимся а грайца где живут мишины родители вот там велико манен фоктланд вот мулау вот граец дальше перепели я показывала прошлый раз и снимала это все на рождеству мы тоже обозначены всяким туристические тропы написано то есть опасность для жизни сбрасывается лед зимой в зимнее время сосульки бывают можно делать очень много интересных снимков здесь очень много самых разных пролетов и Субтитры делал DimaTorzok И на этой фотографии Гольдштайдбрюки во всей красе сверху Это вывеска Дорфкруг, это гаштета, которая играет большую роль в этом фильме И по бокам написано Гольдшбельд, то есть марка пива, которую придумали только для этого фильма Субтитры делал DimaTorzok Основные арки над самой речкой, а споку есть обыкновенный проезд Дорога, заезд на вот эту вот парковку Очень много машин из Чехии, из Чехии они далеко не Все приезжают на выходные посмотреть на само сооружение, а также на место, где снималась эта серия Мандат Фюрмай А это вокзал в Грайце, который практически как вокзал больше не функционирует Потому что в кассах не продаются никакие билеты, никто не сидит в зале ожидания Но в этом вокзале снимался этот фильм И я решила его снять на память Вот на этих ступеньках стояла актриса и снималась пару кадров Напротив вокзала есть здание почты, оно еще функционирует как здание почты Потому что вот вы видите, там стоит машина И здесь тоже была платформа для снятия этого фильма Майя стояла вот там, вот возле ворот и ожидала такси Перрон тоже был кулисой этого фильма Миша, например, очень-очень счастлива, что он наконец-то просыпается в Ортландии И здесь снимают фильмы, как-то все оживает Может быть, когда-то этот вокзал отреставрируют Опять будут ходить не только поезда, как сейчас, остановка и все А может быть, здесь что-то оживет, появятся какие-то бутики У меня слегка всколыхнулись воспоминания Я на этом вокзале была последний раз в 1989 году Тогда, когда я приехала первый раз в Крайц То ни у кого еще не было никаких машин Вот Миша ждет И меня встречали, меня и Мишу встречали тогда на вокзале Как раз едет электричка, на которой должна прибыть Мишина сестра Как только мы вернулись домой, мама мне дала вот эту вот разворотную открытку Дата издания открытки 1976 год В этом году Гольштайльбрюк этому мосту праздновалось 125 лет Это был такой юбилейный год, потому что дата создания моста 1851 год И вот в развороте этот мост показан во всей красе Гольштайльбрюк Которая была построена в 1846 по 1851 год Под руководством главного инженера Роберта Вилке И инженера Фердинанда Дорста Как самый важный отрезок железнодорожного маршрута Север-юг, Берлин-Мюншин Технический директор Йоган Андреас Шуберт Имея тогда очень прогрессивные побуждения Скрывал некоторые факты О том, что этот мост строило 1500 работников по 12 часов в день 31 работник отдали свою жизнь во время строительства этого моста Технические характеристики этого моста тоже очень интересны Самые высокие столбы этого моста Это вот здесь, которые расположены Имеют размеры 8 на 14 и на 20 метров Но они еще дополнительно входят в землю на 14 метров Четыре этажа с 74 дугами И две большие дуги посередине Составляют всего в общей сложности высоту 78 метров И в длину 574 метра То есть больше, чем полкилометра вот этот вот мост Верхняя ширина моста В 1930 году складывала 8 метров И потом позже была расширена до 9,5 метров В строительстве было использовано 26 миллионов красных кирпичей 64 тысячи кубометров грунта, песка и щебня В общем, в общей сложности это было 138 тысяч кубометров строительных материалов Восемь коммунистов из Мюлау написали ночью с 12 по 13 марта 1932 года В связи с выборами тогда Райщ президента Надпись Выбирайте Тельмана Из-за особенной архитектуры и технических особенностей Мост стал памятником во время Германской демократической республики Вот такая вот информация Сейчас у нас 2024 год Если смотреть на даты То человечество восхищается этим сооружением уже 173 года Социализм дает людям перспективу содержательной жизни и счастливого будущего Это программа социалистической партии Открытка стоила когда-то полторы марки ГДРовские марки Печаталась в Райщетбахе Это тоже недалеко от Грайца Да Интересно Мы когда-то часто вот сюда на этот уровень поднимались Вот здесь гуляли Но в этом году и папе уже 90 лет Он так не сможет И у меня есть на ноге повреждения Вот такое небольшое видео Спасибо, что были со мной Вы были на канале Будь со мной В пасхальной дне 2024 года В Актландии Восточная Германия Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!